Когда я вижу примеры героизма и мужества наших солдат, молодых парней, мне хочется говорить словами Верховного Главнокомандующего. Да я дагестанец, чеченец, ингуш, мардвин, чуваш, татарин. И этот список можно продолжить, потому как в нашей стране проживают представители более 160 национальностей, представители разных конфессий. На встрече отмечают наше единство, факт, с которым никак не хотят мириться. Внешние враги поэтому пытаются расшатать обстановку как на внешнеполитической арене, так и внутри страны. Реакция Запада и всех недружественных стран на прошедший референдум тому подтверждение, подчеркнул Богомед Мамаев. В голосовании, определяя свою дальнейшую судьбу, приняло участие более 4 миллионов человек. Эта судьба неотрывно связана с Россией. Для меня, как мужчине, как офицеру, как просто гражданину великой страны Российской Федерации, честь быть свидетелем этого исторического момента. В актовом зале МВД по республике с представителями восьми диаспор, проживающих в регионе, доводится информация о целях и задачах вооруженных сил страны, выполняющих свой долг на территории Украины. Свою поддержку и солидарность озвучили и присутствующие. Конечно, Родина – это всем Родина, это наша мать, это наша Родина. Все мы должны Родину защищать. Мы обязаны. Это наша обязаловка. Мы должны Родину защищать, как бы ни было. Я с вами все время. И защищать надо будет. Сегодня мне 65, я сегодня готов. Говорили о непрекращающихся поставках оружия коалиции НАТО, провокационных действиях на приграничных с Россией территориях, а также произошедшем 8 октября диверсионном акте по подрыву Крымского моста. Видео упавшей в воду пролетов, горящих рядом цистерны с топливом, облетел весь мир. Именно на это была сделана ставка. Ведь сам мост, и все знаем, выдержал. В данное время движение по мосту снова запущено. Но террористам всегда был важен медийный и психологический эффект. Для этого это все было сделано. Крайне важна роль национальных диаспор в организации профилактических мероприятий в молодежной среде, направленных на недопущение противоправных деяний на межнациональной почве. Необходимо проводить патриотические акции, вовлекая подрастающее поколение в школах и детских садах, отметил Муса Гадиев. Мероприятие предназначено для того, чтобы разъяснить, объяснить, показать, рассказать о том, как было присоединение и входление в состав Российской Федерации в четыре субъекта. Это Луганская, Донецкая республики, Запорожье, Хрисонская областя. Мы сегодня понимаем, насколько сложной ситуации сегодня стоит Российская Федерация, насколько это тяжело было принято. Но все равно принято мероприятие, которое сегодня означает, это действительно те решения, которые были приняты президентом Российской Федерации, о том, что это необходимость, о том, что мы видели в течение восьми лет, как собственное государство и собственная власть издевалась над детьми, историками, женщинами, и поэтому такое решение было принято нашим президентом. И я считаю, что решение было принято правильно. Мы сегодня с общественным советом МВД и с замначальником полиции по охране общественного порядка связи населения проводим это мероприятие для того, чтобы разъяснить и показать все, как есть. С благодарственной речью в адрес МВД обратились и представители Диаспор за организацию взаимодействия и проведение плодотворных встреч. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.